Добрый день, мой любимый YouTube! Добрый день, мои дорогие зрители! Это видео будет посвящено теме отцов и детей, и, конечно же, денег. Я уже предвкушаю спорых комментариев на эту тему. Давайте так я говорю, как это правильно, с энергетической точки зрения. А вы можете прислушаться, а можете нет. К сожалению, все чаще мы с вами можем наблюдать крутой скилл родителей, особенно часто это встречается у женщин, которые в одиночку растили детей, которые сумели воспитать своих детей так, чтобы едва эти начали взрослую жизнь, а вместе с тем мы начали полностью содержать своих родителей. Может быть, вы являетесь жертвой таких родителей. Так вот, мои дорогие, это табу. Иерархия в семейных отношениях организована так, что взрослые родители передают свой опыт и помогают детям в процессе их роста, развития, перехода к самостоятельной жизни, где они сами могут себя обеспечивать. И весь этот процесс напоминает поток энергии от предков к потомкам и считается естественным и неизменным законом. Но если вы позволяете родителям продолжать вмешиваться в вашу жизнь, не позволяя вам жить своей собственной, вы нарушаете этот естественный порядок энергии. Такие обстоятельства могут привести не только к недостатку вашего счастья, у вас лично, но и у ваших родителей, а также все это повлияет на будущее ваших детей, даже если у вас их еще нет, создавая дисбаланс в потоке энергии. Родовая миссия каждого человека заключается в передаче этой энергии и мудрости своим детям, а не возвращении ее обратно родителям. Когда вы оцениваете, что ваши родители не могут справиться без вашей постоянной помощи, это может не только подорвать их чувство собственного достоинства, но и свидетельствовать о недостатке, уважении, к опыту и мудрости тех, кто заботился и воспитывал вас во время вашего возрастления. И второй вариант, ради которого мы здесь сегодня собрались. Часто бывает так, что родители прибегают к манипуляциям, пытаясь заставить своих детей беспокоиться о них материально или даже полностью обеспечивать их, несмотря на то, что дети только что стали самостоятельными. Они очень часто могут использовать аргументы в духе «Мы тебя родили, воспитали, мы тебе дали все, а ты такой неблагодарен». Другими словами, родители становятся очень токсичными для своих детей. Смотрите видео до конца, и вы узнаете, когда можно материально заботиться или же даже нести полную ответственность за своих родителей. Ну а теперь давайте разбираться подробнее. Иерархия и сепарация в отношениях играют наиважнейшую, наиглавнейшую роль в обеспечении благополучия как в родительской семье, так и в вашей собственной. Это иерархия, в соответствии с которой взрослые родители обычно являются главами семьи. Они несут ответственность за обеспечение семьи, образование детей, предоставление какой-то необходимой поддержки, ухода. И это естественная роль у родителей, и она базируется на опыте, на мудрости, на заботе. Родители несут ответственность за обеспечение семьи, включая финансовую поддержку, предоставление жилья, пищи, каких-то других материальных нужд. Они также отвечают за физическое и эмоциональное благополучие своих детей. Родители играют также ключевую роль в образовании своих детей. Они передают знания, ценности, навыки, необходимые для успешной адаптации в жизни и в обществе. Именно родители обеспечивают детей поддержкой и уходом в различных аспектах жизни. Это может быть физическая забота, какая-то эмоциональная поддержка, это могут быть просто добрые родительские советы. Родители обладают опытом и мудростью, накопленными годами. И именно этот опыт позволяет им научить детей избегать ошибок, справляться с трудностями, развиваться как личности. Иерархия в семье помогает создать стабильное и безопасное окружение для детей, где они могут расти, развиваться и жить свою жизнь. В то же время с возрастом дети начинают приобретать независимость и самостоятельность. И родители постепенно, шаг за шагом, уступают им все больше и больше свободы и ответственности. Этот процесс помогает подготовить детей к взрослой жизни, создавать здоровую иерархию внутри семьи. Сепарация означает развитие и установление независимости от родителей. Весь этот процесс происходит естественным образом, когда дети взрослеют, полетают из гнезда и начинают строить свою собственную жизнь и свои собственные семьи. Очень важно, чтобы вот эти взрослые дети умели принимать решения и брать на себя ответственность за свою собственную жизнь, не ощущая постоянной необходимости обращаться к родителям за помощью и поддержкой. Естественный процесс сепарации начинается еще в период подросткового возраста, когда дети начинают искать свою независимость и личную идентичность. Они могут выражать желание принимать решения самостоятельно, или может быть у них возникает желание иметь больше контроля над своей жизнью. В процессе сепарации дети и разрабатывают навыки, необходимые для взрослой жизни. Может быть это у кого-то управление финансами, кто-то находит работу, кто-то учится общаться с другими людьми, взаимодействовать с социумом, кто-то учится решать какие-то повседневные задачи. Сепарация включает в себя именно отказ от постоянной зависимости от родителей. Это означает, что дети больше не ощущают необходимость обращаться к родителям за финансовой или эмоциональной поддержкой. И когда дети взрослеют и готовы создать свою семью, они переходят уже к следующему этапу сепарации. Они начинают строить свои отношения, принимать решения в собственных семьях и обеспечивать своих собственных потомков. Сепарация важна для здорового развития не только самих детей, но и их родителей, потому что именно этот процесс позволяет детям стать самостоятельными, уверенными в себя взрослыми, а также позволяет родителям перейти к новому этапу своей жизни, когда они могут наслаждаться своей собственной независимостью и свободой. Так вот, когда вы создаете свою собственную семью, очень важно уделять внимание уже своему мужу, жене, детям, обеспечивая их потребности и заботясь об их благополучии, заботясь о благополучии своей собственной семьи. Это не означает, что вы должны отказаться от общения с родителями, это означает, что вы должны научиться соблюдать баланс. Создание собственной семьи – это очень важный этап в жизни взрослого человека. Не ребенка, а взрослого человека. Дети семьи не заводят. И вот этот вот баланс между вашей собственной семьей, вашей супругой, супругом, детьми и вашими родителями. Создание собственной семьи – это ответственность за обеспечение потребностей вашей жены, мужа, детей. Это финансовая поддержка, эмоциональная поддержка, я забыла уже об их благополучии. Но при этом очень важно поддерживать связь с родителями, общаться с ними, потому что они являются важнейшей частью вашей жизни и будут являться важнейшей частью жизни ваших детей. Регулярная коммуникация, встречи – все это укрепляет отношения. Но при этом очень важно установить границы и обеспечить независимость от родителей. Это не означает открыть. Это означает позволить своей семье развиваться и принимать собственные решения. Ведь создание собственной семьи – это огромная ответственность. Так вот, когда человек вырастает и покидает гнездо, очень важно понимать, что он должен начать строить свою собственную жизнь. И жить ее. И важно учесть, что минимум первые 20 лет он не должен материально содержать своих родителей. Независимо от финансового положения, это их собственный выбор и результат их многолетних усилий. Если человек начинает нарушать это правило, он начинает ограничивать себя, начинает ограничивать свою семью, чтобы помогать материально родителям или полностью их обеспечить. Тогда он потеряет свою самостоятельность и свой статус в иерархии, превратясь в родителя своего родителя или в партнера для своей мамы или папы. Это недопустимо и это будет иметь последствия. К сожалению, очень много людей, здоровых родителей сидят на шее у своих детей на материальном обеспечении и считают такой ход вещи абсолютно нормальным. Кто-то по достижению совершеннолетия, кто-то с первой зарплаты, кто-то с рождения учит детей, ты должен, так надо. Здесь важно подчеркнуть, что мы говорим о здоровых родителях. Если вы решаете заботиться о своих родителях, которые перенесли серьезные заболевания, нуждаются в вашей помощи, естественно, можно оказывать помощь родителям, если они находятся в преклонном возрасте. Это, конечно, является вашим правом и даже добрым поступком. Но важно помнить, что даже в такой ситуации ваша собственная семья и ваша личная жизнь имеют первостепенное значение. Ваша обязательность по походу за родителями ни в коем случае не должна приводить к утрате вас самих и ваших собственных нужд. Если вы все же оказались в такой ситуации и потеряли себя, и наткнулись на это видео, значит, однозначно пора сказать стоп. Не думайте при этом, что вы потеряете, подумайте о том, что вы обретете. А у меня на этом все, мои дорогие. Пишите, что думаете в комментариях. Обнимаю вас. Всем классного дня. Субтитры сделал DimaTorzok